Всем большой-большой привет! Начинаем очередной шоппинг-блог. Мы сейчас едем из деревни в город Бирск. Мы едем вчетвером. Да, взяли Сашульку с собой, потому что у нас четверо детей дома. Мама здесь сидит, Сашулька? Да, я сейчас тебе включу. Мы едем в город Бирск. Он находится где-то в 40 километрах от нашей деревни. Хотим купить. Там хозяйственные принадлежности нужные, необходимые. Сашульке нужно купить кое-какие гигиенические принадлежности, которых нет в деревне. Что мы еще хотели? Посетить хотим. Парк Соколов, потому что Алла говорит, что там стало очень красиво и переоборудовали все. Кстати говоря, посмотрите, платье у Аллы Василек. Красивое. Ей подошло идеально и очень-очень красиво. Ну, не сидя, конечно, смотреть надо. Ну, в общем, это я ей заказывала это платье. Оно классное, красивое. Вот. Погода сегодня отвратительно жаркая. У нас очень душно. Наверное, даже выше 30 градусов тень. Заезжаем в Мишкино. Мишкино находится в 10 километрах от нас. И мы очень часто ходили пешком, потому что рейсовые автобусы не всегда ходили. И ходили на рынок. Ну, базар это у нас называлось. По пятницам был. И мы ходили даже пешком очень часто. А мама моя вообще по работе постоянно ходила пешком. Эти 10 километров туда-обратно. Это село Мишкино. Это наш районный центр Мишкинского района, в котором я родилась. Родилась. Тут у нас живут родственники. И мы часто... Я в детстве часто приезжала в Мишкино, гостила. Тут моя родная тетя. Красивые дома строит. Такие миленькие, симпатичненькие. Не проснулись. О, магазин Татьяны. Мы уже заезжаем в город Бирск. Город Бирск находится в Бирском уже районе. Соседни наши районы. Я вам сейчас покажу заезд. Бирск очень красивый, старинный город, как я вам говорила. Здесь много старинных зданий, купеческих домов. 356 лет городу Бирск. Девчонки, есть кто меня смотрит из города Бирска? Вот ваш фикс-прайс. Мы сюда сейчас заглянем и посмотрим, что же там продается. Антоша всегда говорит, что город Бирск напоминает ему город Казмодемьянск. Тут тоже на Волге. Он тоже на Волге. И он тоже старинный город. И там тоже купеческие дома тоже есть. Но это я не совсем уже купеческие дома показываю, потому что мы в центр не заезжали. А сейчас едем мы в сторону реки Белая. Вот видите там, под гору. Там пантомный мост, через который мы проезжали, когда мы приезжали. Переезжали, когда мы приезжали. Вот эти, наверное, да, старинные эти дома были. Алла, мы проехали. Вот старинные дома. И здесь очень много вот таких домов. Ну, прикольный городочек. Конечно, он маленький, провинциальный. И дороги тоже соответствующие. Здесь учился мой брат. Педагогическая академия. Что он? Филиал. Уфимский филиал. Теперь чего-нибудь-то московский. И мама моя, кстати, училась. Но тогда это не академия была. Тогда это был государственный институт. Педагогический. Мама у меня училась на физмате. А брат Бехи им закончил. А, как прикольненько. А мне Нила еще, дядя Нила, мы созванивались. Ему говорит, ой, в ботанический сад или куда-то еще. Зайдите у нас времени. Посмотри, как прикольно, Алла. А тут не написано, что это? Это, наверное, что-то типа дерева любви. Так, я побежала. Это еще, на самом деле, фигня. Вся красота там впереди. Я вам сейчас покажу. Там просто нереально красиво. Вы готовьтесь, что я вам сейчас покажу. И вообще, я помню, в детстве мы в Бирск приезжали. Только на какие-то великие события. Сюда надо? А, сюда. Но там уже воду видно. А, у меня. Мы приедем домой. Я вам свои детские фотографии покажу. Дядя Нил мой. Наш класс, весь класс. В пятом, по-моему, классе привез в поход сюда, в Бирск. И у меня в фотке есть. Ну, как вам? А это, Алла, это, не помню, старинная. Настоящая стена осталась? Или это просто декоративная? Не знаю. Короче, Алла тут училась. Столько лет, ничего говорить не знаю. Сейчас я вам покажу речку. Как красиво. Представляете, кто-то здесь ведь постоянно живет и видит каждый день эту красоту. Так круто. Так красиво. Вот такая белая река. А там Пантомный мост, через который мы как раз проезжали, когда мы ехали сюда. У нас есть фотки прямо на фоне этой стены. Так, давайте пройдем сюда, покажу вам. Короче говоря, в Бирске это самое, наверное, известное место, да, Алла? Самое известное, самое популярное место. Все всегда здесь фотографируются. Потому что, ну, понятно, почему фотографируется. Потому что здесь нереально красиво. Напишите, как вам виды. Может быть, конечно, камера не передает. Сейчас я Аллу попрошу меня пофотографировать здесь для Инстаграма. Контент сделать. А потом я Аллу сфоткую. Ну, в общем, вот такая вот красотища. Просто супер. Нужно еще сторисы забабацать. Потому что я в Инстаграм тоже стараюсь как можно чаще делиться фотографиями, видеокусочками. Ну, здесь так классно. Сашка, правда, домой хочет уже плачет. Поэтому мы быстро-быстро-быстро-быстро. Кто-то смотрит. Аж самой смешно. Это называется, как в экстренном режиме снять ролики. Еще нафоткаться, еще и позы поменять. Еще и так, и сяк. Фу. Ну что, круто? Молодцы. Ну и счастливы. Как за пять минут сделать. Как за пять минут сделать. Сделать контент, сделать фотки, сделать ролики. Еще на будущее что-то оставить. Это просто быстро-быстро нужно смотровая площадка. Нет? Да. Сережа, ну, брат мой, с Аллой познакомились в Бирске. Вы здесь познакомились ведь? Потому что они учились в одном городе. Алла училась в медицинском колледже. Алла, да? На фарме. Ой, как тут красиво. С ума сойти. Как здесь красиво. Даже в очках красиво. Вау, вот это да. Алла там тоже фотографирует, снимает. Так, лишь бы тут не упасть. Как в деревне. На Матаке кто-то там гоняет. Вдалеке видно. Дома частные такие простенькие. Река. Ну, она вроде бы как обмельчала. Мне кажется, что раньше белая была шире, что ли. А может, я просто мелкая была, мне так казалось. Ну, вот. Ой, там дети даже купаются. Как же здорово, как же классно. Красиво. Ну, инстаграм. Держись. У меня будет столько новых фотографий. Алла меня щелкала просто. Я двигалась, я бегала, чуть ли не танцевала. Алла меня фотографировала. Вот. Я тебя пытаюсь не снимать. Потому что не каждый же хочет сниматься. Чуть ли не на всю Россию. Ой, здесь тенечек такой классный. Прохладно. Сейчас найдем Антошу с Сашулькой. Поедем домой. Мне кажется, Саша уже по пути уснет. Осторожней, осторожней, малыш. Соскучилась? Все, иди ко мне на ручки. Иди, поцелуйчик мой воздушный. Иди ко мне. Устала. Мне поцеловать можно? Ты тоже снимаешь? Тебя тоже можно? Это мой мид-колледж. Вот это? Да. Такой старенький. Он очень старый. И ты тут училась? И тут училась. Это второй корпус. Мы уже приехали из Бирска. Сашуля сразу же в бассейн. Сонечке я вот купила. Да, покажем в фикс-прайсе то, что я купила. За 199 рублей какие-то мягкие игрушки новые появились. Давай, как его украсить? Сонечка тут с Сашенькой играют. Сашулька у нас не спала. Видимо, сегодня ты и не будешь спать. Мама будет работать. Как раз я буду ролики снимать и монтировать. Смотри, почему бассейн такой грязный, Сонь? Не знаю. Это ты, наверное, тут допрыгала? Нет? Я допрыгала там. Повыгала? Да. Вот я и подозреваю, что ты тут повыгала. Прикол, хотите? Видите, короче говоря, знаешь, в Мишкино барыжат, как оказывается. Вот эти палки, они в фикс-прайсе 50 рублей стоят. Ты за сколько купил? Да, 100 рублей, а в фикс-прайсе 50 рублей стоят. Один в один такие же. Ой, прикольно. А у нас два сачка мы как раз купили, когда ездили в Мишкино, когда покупали вот этот бассейн. Купили сачки по 100 рублей, девчонка. А они в фиксе по 50 рублей, оказывается. Вот такой прикол. Играй, играй, Сашулька. Ой, смотри, как он стоит. Ну, здесь же грязно, Сонь. Да, дома надо с ним играть. Потом попку надо будет мыть ему. А он сохнуть долго будет. Антоша тоже загорает тут. Да, сегодня, наверное, все 35, да? 29. Машину показываю. 29 всего лишь? Тебя можно снимать, Антон? Да. Или только я достойно любоваться видами? Ой, Сашка довольная. Я схожу тоже, переоденусь быстренько. Сашу, мне кажется, маечку надо надеть. Она, боюсь, сгорит тут. Наденем? Да, давай. Давай. Сашуль, футболочку надевай купаться. Купаться. Да? А потом снимем. Ой, Соня, я тебе еще трусики купила. Еще футболочку купила, маечку. 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 Кого? Меня или собачку? Собачку. Собачку любишь? Ой, здорово. Соня, конечно. Соня, надорвешь связки, не кричи так. Соседи, наверное, вообще с ума сходят. Соня дает жару. А баня готова, мам? Да уж. Все, на этом я точно буду прощаться. На этой прекрасной ноте под крики Сонечки. Вот, всем пока-пока. Мы скоро пойдем в баню. Ну как, напрыгалась, накричалась? Накричалась. Куда-куда, в клумбы не надо. А я там-то. Ты куда пошла-то, Соня? Тебе домой. Домой пошла? В Ешкар-элу, что ли? Да. Ну, давай, пока. Ну, нет. Он балдеж. Что, Сашуля? Я радугу снимаю, Саш. Посмотри, как красиво. Ради таких кадров я вышла. Стою под дождем, чтобы вам показать. Посмотрите, двойная радуга. И она огромная, и она полная. Я давно такую красивую радугу не видела. Она именно такая огромная-огромная-огромная. На полдеревни. Посмотрите, как красиво. Она выходит из речки Яняк. Там у нас речка находится, поэтому там она вот такая прям яркая-яркая, красивое явление природы, согласитесь. А я стою под дождем, да? Им все именно так. Ну, летний дождь, и он очень-очень тепленький. Хочу вам окрестности показать. Еще вот так вот выглядит деревня в дождь. Воздух ясный-ясный. Посмотрите, прям цвета такие сочные. Картошка так красиво цветет, как будто это клумба какая-то. Просто суперкрасиво.